Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. Так, ну у нас время поговорить про историю. Четверг, а это значит, что в нашей студии к нам с Сашей Цариковым. Саш, ты тоже с нами? Да, я здесь, привет. Это уже 50% успеха. А теперь 100% успеха. Это наличие Андрея Ермоленко. Доброе утро, дорогие друзья. Да, сегодня четверг, утро и традиционная наша передача про историю Урала, про историю Екатеринбурга и про актуальные события, которые либо сейчас с нами, либо случились какое-то количество лет назад. Так, 33 года назад Екатеринбург стал Екатеринбургом. Вот события, да? Да, немножко поправлю. 4 сентября было принято решение депутатами городской думы о переименовании Свердловска в Екатеринбург. 4 сентября 1991 года. Ну, при всем уважении к Екатеринбургским депутатам это решение не было бы правомочным без решения Верховного Совета, то есть высшего органа власти в государстве, в тот момент РСФСР, Российской Советской Федеративной Соцреспублики. И 23 сентября 1991 года решение Свердловских тогда еще депутатов городской думы было принято, утверждено Верховным Советом государства, и город Свердловск был переименован в Екатеринбург. А 100 лет назад Екатеринбург в Свердловск. Да, вот в этом году действительно юбилей. В ноябре 1924 года город Екатеринбург, носивший это имя 201 год, был переименован в Свердловск одним из первых в Молодой Советской Республике. В этом году такой вот образный юбилей, столетие Свердловска. Ну, теперь уже памяти Свердловска, потому что город был переименован, как Роман верно вспомнил, 33 года назад, в 1991 году, и название уже начинает забываться. Хотя, мне кажется, проведи сейчас референдум за название города. А сколько, думаешь, проголосуют? Ну, я думаю, не меньше четверти, а то и третий будут за Свердловск. Ну, во-первых, название региона напоминает постоянно о названии областного центра, который стал вообще крупнейшим городом Советского Союза именно под этим именем. Ну, и более старшее население, думаю, проголосует активнее. Ну, и стирается вот эта историческая фигура, и больше, на первых, в план ностальгия. Свердловска, опять же, слово лов там есть, может быть, как-то фонетически обыгрываться. Вот я утром, когда шел на эфир и думал, назвали ли как-то Свердловск, как-то вот сокращенно, уменьшительно, так полупризительно, как Екатеринбург, Йоубург, Екат, Катер и так далее. Вот для Свердловска даже сложно было придумать название какое-то вот такое уничижительное. Даже давайте попробуем пофантазировать, или зрители в эфир позвонят... Свердловск. Ну, я слышал версию Сверло. Сверло? Сверло, ну, просто Сверло. Да-да-да. Вот откидывается вот вторая часть, и остается вот это Сверло. Да, не учитывая, что, конечно, пишется немножко по-другому, но да, Сверло, Сверло, Сверло. Я разговор как-то слышал. Понятно, ну да, значит. По поводу, кстати, Ловска, в одних из первых фестивалей уличного искусства, тогда это были длинные истории, как раз взяли за основу латинскими буквами написания города Свердловск, и лав подчеркнули особенно, то есть красными буквами с сердечком. Вот как сейчас помню, надпись эта была тут недалеко от нас. На филармонии. На филармонии. На филармонии. Да, конечно, Свердлов, вот это лов. Какое славное название. Это как на Шумяна сейчас застройщики же осваивают активно цыганские поселки, там есть дом такой уже разрушенный, его, скорее всего, снесут, но на нем написано «Мне снова снился дом». Вот такая ностальгическая надпись, и я всегда, вот у меня слеза прям, я смотрю на этот разрушенный дом, и скоро там будет новостроечка. Так же, может, со Свердловском. Вот «Мне снова снился Свердловск». Да, если вы не бывали в Свердловске, приезжайте к нам в гости, мы ждем и так далее. Ну, да, давайте еще в более глубокое прошлое вернемся, более чем в 300 лет назад, и вспомним про женщину, именем которой был назван наш город, когда он еще не был городом, а стал только заводом-крепостью в 1723 году. Именно, кстати, апелляции к характеру этой женщины, к ее биографии-то и стали главной такой движущей силой для Екатеринбурсов. Екатеринбурсов неоднозначной биографии, мягко скажем, Екатеринбурсов. Биографии действительно непростая. Невероятной биографии, просто сногсшибательный. Да, и чтобы не погружаться даже в современную публицистику, которой и ваш покорный слуга тоже приложил руку, советую обратиться к первоисточнику «Воспоминания Франца Вильбуа» с подвижника Петра I, француза на русской службе, в конце 17-го, начале 18-го века, одного из первых с подвижников Петра I, «Франц Вильбуа», записки о русском дворе». Это его дневниковые записи, которые были опубликованы позднее, в 18-м веке, и содержат в подробности его биографии Марты Скавронской, которая волею судеб, это прям, знаете, ожившая сказка про Золушку, стала русской императрицей. Это, конечно, невероятная история. То есть это, наверное, самый вообще пик, который возможен чуть ли не в мире, да? Это социальный лифт невероятный. Заняла пост просто. Подобный социальный лифт был в русской истории, наверное, только один раз, когда Григорий Отрепьев провозгласил себя чудесно спасшимся сыном Ивана Грозного. Лже Дмитрия. Самый Лже Дмитрий, когда простолюдин занял место. Но там ненадолго он занял. Ну, меньше, чем на год, да. Екатерина-то подольше. Екатерина чуть подольше, на два года она была императрицей. Ну, находилась у власти в качестве жены царя, затем императора, очень долго, не меньше 20 лет. Умерла рано, а то могла бы еще и проправить. Наверное, по-моему, в 47 лет всего. Но там же она пыталась продолжить и своих ставленников поставить, но не получилось. Ну, у нее, наверное, и ставленников-то особо не было. Скорее, она была ставленницей Александра Меньшикова, который был самым явным представителем тех самых птенцов гнезда Петрова, который против старой, там, московской, еще боярской знати конфликтовал. Ну, не суть, в общем, про политические конфликты в Российской империи в начале 18 века. Это отдельная тема. Мы про биографию Марты, которая была сиротой. Ее приютил пастор немецкого, так, восточно-прусского города Мариенбурга. Найдя ее в другом соседнем городе, где жители почти все умерли от чумы, и она там одна из немногих, вообще маленькая девочка, выжила. Пастор Глюк взял ее в свою семью. И непонятно вообще, из какой она семьи, насколько... Родитель ее неизвест. Вообще проста была? Может, это... Ну, скорее всего, из простой семьи, потому что... Абсолютно просто. Потому что про родителей ее ничего совершенно неизвестно. Обычно немецкие, там, крестьяне, бюргеры. В общем, неизвестная подробность ее биографии. Ничуть. И пастор Глюк, когда, находясь в этом городе Мариенбурге, павшем уже под ударами русской армии, генерал-фельдмаршал Шереметьево явился к этому самому фельдмаршалу Шереметьеву на поклон, как один из лучших людей города вместе со своей семьей. Девочку эту Марту он усыновил. Она, точнее, там, на положении прислуги у него находилась. Ну, вместе с его дочерьми же и сыновьями жила в семье. И Шереметьеву уже пожилому человеку Марта приглянулась. Он ее взял к себе в служанке. По воспоминаниям Франца Вильбуа, я опять к источнику, Франц Вильбуа вспоминает, что Шереметьев получал от нее различные удовольствия, прямо цитирую. А затем, когда войско Шереметьево сменило войско уже Александра Меньшикова. А потом к Меньшикову, да, следующий этап на повышение. Более молодому деятелю, сподвижнику Петра. А затем ее сам Петр заметил. А потом Петр. Заметил у Меньшикова. И Марта, которая была уже в начале XVIII века крещена в православии под именем Екатерины Алексеевны Михайловой. Петру очень сильно понравилось. Он как раз находился тогда в сложный момент отношений с своими женщинами. Его первая жена Евдокия Лопухина была уже удалена в монастырь. А его многолетняя фаворитка Анна Монс уже начала от него отдаляться. Точнее, он ее начал отдалять, потому что она слишком уж заигралась с его легкими деньгами, одаривалась их родственников. В общем, постоянной женщины у него тогда не было. И новокрещенная Екатерина Алексеевна стала его лучшей подругой, а затем и женой. А затем, когда сам Петр был проразглашен императором, одновременно с ним была проразглашена и императрица его супруга. Но когда он умер, не оставив завещания, напомню, первым гвардейским переворотом в XVIII веке, в веке переворотов к власти была приведена его супруга. Причем силой ее предыдущего любовника Александра Меньшикова. Ну, в общем, к чему я это все так длинно говорю? В этом Санта-Бар. В Екатеринбургских газетах 1924 года об этом очень много писали. И это все воплощалось в таких лозунгах. Негоже нашему рабочему городу носить имя какой-то распутной девки. И вопросы о переименовании Екатеринбурга в 1924 году звучали именно под этими лозунгами в первую очередь. Но название Свердловск тогда не звучало. Звучали разные такие креативные имена. Реванш Бург, Красноуральск. Ну, реванш, потому что пролетарии взяли реванш, убив царя в Екатеринбурге. Так, я очень утрированно об этом говорю. И другие. Красноуральск. Красноуральск, Красный Урал и так далее. Кстати, вопрос переименования Екатеринбурга был темой совершенно такой понятной и находившейся в контексте общественной дискуссии в начале 20 века еще и в связи с Первой мировой войной. В 1914 году, напомню, когда Российская империя вступила в войну с Германской империей, в Российской империи была прям волна германо-ненавистничества, и многие немецкие названия, немецкие слова из обихода уходили. Ну, самое известное, конечно, переименование столицы Санкт-Петербурга в город Петроград. Русским именем Петроград, Град Петра ее назвали. И такие невинные слова, как, например, бутерброд, даже уходили из употребления, их заменяли, например, сэндвич в часть английских союзников, ну и так далее. Были немецкие погромы в Петербурге, в первую очередь, в Петрограде. Ну, и город Екатеринбург, как город, носящий тоже немецкую частицу бург, также обсуждался к переименованию. Звучали тогда очень креативные варианты, связанные с историей Урала, такие как Татищевск, например, или Исецк, или Исседонск. Мне вот очень запомнилось название. Исседоны – это такой полумифический народ, который, по мнению древнегреческого историка Геродота, заселял Рифейские горы. Рифейск еще, кстати, да, вариант звучал в прессе 1914 года. Ну, как-то до уездного города Пермской губернии руки не дошли. До переименования он остался Екатеринбургом до 1924 года, целых 7 лет, уже без малого 7 лет в победившей молодой Советской Республике просуществовал. И после смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина в январе 1924 года вначале был переименован город Петроград в честь вождя Советской Республики, в честь вождя революции, которая, собственно, в том-то городе произошла в город Ленинград. И в 1919 году умер ближайший сподвижник Владимир Ильича Ленина Яков Свердлов, в то время бывший представителем Совнаркома, по сути, руководителем правительства молодой Советской Республики. Мишустин. Ну, в то время это было больше, чем Мишустин, потому что это скорее как Путин при Медведеве. Понятно. В 2012 году. Теперь поняли. Серьезная организация. И увековечить имя павшего борца в молодом таком возрасте, конечно, было необходимо. Ну, и раз уж переименовали Петроград в Ленинград, то уже дорожка проторена, можно переименовать и другие крупные города Советского Союза уже к тому времени. И один из городов, история которого была хоть немножко связана со Свердловым, он тут, напомню, в годы Первой русской революции, подготавливал боевые дружины рабочих и немножко сидел в Екатеринбургском централе, там, чуть меньше года. И со своей, кстати, женой тут познакомился. В общем, биография Якова Михайловича Свердлова с нашим Екатеринбургом была... Была связана, да, не за уши притянули. Поэтому, хотя и екатеринбургские рабочие не очень-то этот вариант восприняли, ну, потому что все-таки такой, знаете, правительственный функционер, он не очень хорошо был известен в Советском государстве тогда, ну, и к тому же умер уже пять лет назад, начал подзабываться немножко, но все-таки есть версия, что партийные работники, которые переехали из Екатеринбурга в Москву, с которыми лично был знаком еще Свердлов в годы первой русской революции в 95-м году, этот вариант переименования продавили. Ну, так или иначе. А смысл какой был, если, ну, человека уже как бы недавно, что, какой месседж, вот как сейчас бы сказал молодец? Увековечить память. Просто память. Конечно. Ну, я к тому, что фигура такая неоднозначная, и чем он занимался. Фигура вполне однозначная. В 1924 году никаких вопросов ни у кого к Мерсоне Свердлова не возникало. Там, скорее, неоднозначность была в том, что он недостаточно вот так вот всенародно известен был и популярен, и начал уже немножко подзабываться. Но, конечно, был овеян, ореолом, там, ленинской славой, его ближайший сподвижник, все такое. В общем, к ноябрьским праздникам 1924-го Екатеринбург переименовали. Да, слушай, Андрей, а там ведь какая-то очень интересная история со смертью самого Свердлова была, которая тоже имеет несколько трактовок, одна официальная, и связана с испанкой, которая вышивала тогда по всему миру, но особенно в Европе, а другая с тем, что, в общем, его с кем-то перепутали и просто на вокзале буквально такие отколотили. А ведь тоже что-то не очень просто с его финалом. Да, на самом деле обе версии его смерти, либо гибели, связаны с испанкой. Он действительно возвращался в 1919 году из поездки по южным губерниям, которые гораздо сильнее были тогда охвачены пандемией испанки. Мы сейчас начали уже подзабывать это слово, пандемия. В 20-х годах там же. Это было очень похоже на пандемию новой коронавирусной инфекции, COVID-19, и практически весь мир был заражен вот этим атипичным гриппом. В Российской империи в меньшей степени, потому что она чуть раньше вышла из мировой войны, а основным рассадником заболевания стали солдаты, возвращавшиеся с фронтов Первой мировой. Но южные губернии, которые находились еще недавно под оккупацией, эти были сильно затронуты. Так вот, Свердлов, возвращаясь из поездки в южные губернии, уже точно не помню куда, но куда-то на территорию современной Украины он ездил. И в поезде, который шел в Москву, по второй из версий он в городе Орле вышел погулять на перрон, и его местные жители обвинили в нарушении противоэпидемических правил. Типа ты вот едешь из зараженной территории, что ты тут разгуливаешь, марш в вагон обратно. И вот по такой вот менее известной, менее принятой версии, именно орловские пролетарии Свердлова, которого не узнали в качестве главы совнаркома, его побили, и он скачался от побоев. А по официальной версии он скончался от последствий тяжелого вот этого вот гриппа испанки. И, кстати, зафиксировано достоверно, что Владимир Ленин, несмотря на многочисленное увещевание его сторонников, к умирающему Свердлову приходил и с ним перед его смертью общался, прощаясь, не побоялся заразиться. Ну, вот две версии гибели. Смелый вождь. Да, Владимир Ильич, конечно, был голова, что называют. Ленинбург, кстати, тоже был. Ну, был уже Ленинград, поэтому как-то чуть-чуть, но поэтому и варианты Красного тоже отмели, потому что куча разных вариантов уже переименований в слово Красного. Там Екатеринодар в Краснодар уже переименовали, Царево-Кокшайск, нынешнюю Йошкару, переименовали в Красно-Кокшайск уже тогда, Нижний Удинск переименовали в Улан-Удэ, то есть Красный Удинск и так далее. Урала-Свердловск, вот еще. Ну, это, видимо, примеряющие такие варианты Свердлова с Красным. Ну, так или иначе, к ноябрьским праздникам 1924 года, к семилетию Октябрьской революции, город Екатеринбург переименовали в Свердловск. А в начале 1991 года, даже в 1990 уже, благодаря инициативам, которые роились вокруг Уральского музея молодежи, который возник еще в 80-е годы и стал таким вот прям проводником современных либеральных знаний про историю Советского Союза, историю России. Там много говорили про ГУЛАГ, про убийство царской семьи в Екатеринбурге. И вот именно на базе Уральского музея молодежи, который возник из музея Свердлова, кстати, сейчас на его базе действует музей истории Екатеринбурга, Карла Ленихта, возникли инициативы, инициативная группа по переименованию Свердловска в Екатеринбург. И эта инициативная группа достигла комиссии по культуре городского совета народных депутатов администрации города Свердловска. И внутри вот этого уже городского совета эта идея родилась, переродилась, точнее, в решение 4 сентября 1991 года, ровно 33 года назад. Прям вот, кстати, на волне последствий октябрьских событий 1991 года, это же путь, попытка консервации Советского Союза, которая была объявлена попыткой государственного переворота членами ГКЧП комитета по чрезвычайному повреждению. В августе 1991. В августе 1991. Вот ровно, вот прямо через 2 недели после этих событий депутаты Свердловского городского совета народных депутатов приняли внутри себя, внутри депутатов решение переименовать город Свердловска Екатеринбург, и решили, что референдум, о котором много говорили в 1991 году, то есть всенародным решением переименовать город Свердловск в Екатеринбург, этого референдума не случилось. Хотя, я думаю, если бы он случился тогда в сентябре 1991, то больше 50% проголосовали бы за Екатеринбург. Ну, тогда не было, наверное, других вариантов, все равно бы переименовали. Ну, почему? Вариант оставить Свердловск был бы. Ну, а где-то в России, ну, то есть если Ленинград, если переименовали, то есть такие крупные города, мне кажется, не было шансов. Куйбышев в Самару, Горький в Нижний Новгород. Все-таки Свердлов, учитывая фигуру Свердлова, вариантов не было остаться. Ну, вариант, я думаю, все-таки был бы, и это бы еще породило такой общественный раскол очень серьезный, поэтому депутаты, наверное, предполагая и такой вариант развития событий, решили не обострять, что называется, и приняли это решение внутри своей группы депутатов по инициативе, комитета по культуре, который возглавлял, кстати, бывший дизайнер Сур-Ломаш-завода, этот комитет по культуре. Он в своих воспоминаниях об этом очень много пишет Демидов, забыл имя, фамилия Демидов. Так вот, и решение, которое Свердловские депутаты 4 сентября приняли, 23 сентября подтвердил Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, и решение таким образом стало легитимным, и уже 24 сентября 1991 года городская газета «Вечерний Свердловск» вышла под новой шапкой «Вечерний Екатеринбург». А с областью-то что, денег не хватило? То есть голодные времена или какая-то политическая подоплека? Областные депутаты... Почему не переименовали? Среди областных депутатов доля членов коммунистической партии была гораздо больше, чем среди депутатов городских. В городе, в Совете народных депутатов администрации Свердловска коммунистов было всего лишь около 20%. И они, кстати, горячо отстаивали идею референдума, потому что понимали, что вряд ли большинством голосов на референдуме удастся решение переименований принять. Понимали, что население все-таки в основном про Свердловск помнит и дорожит этим именем. А Екатеринбург, ну, такое. В общем, 50 на 50, наверное, было бы, и это явно породило бы такой общественный раскол. Депутаты принялись. Такие мудрые решения не обострять. А депутаты областные уже, как я уже сказал, гораздо большей своей доли в процентном составе представляли коммунистическую партию. Поэтому это решение даже не принималось. Но, кстати, и Ленинградская область тоже осталась. Да, всего три региона в современной России носят прежние имена Ленинградская область, Свердловская область и Калининградская область. Ну, там даже город не переименовали. Ну, там город Калининград. По понятным причинам. Как бы Кёнигсберг, это, ну, извините. Там соответствует как бы город названия области. А вот Ленинградская и Свердловская, это две области, где столица, так сказать, области. Где были сильны коммунисты в областных советах народных депутатов. Кстати, еще и два города не переименовали, где тоже были очень сильны коммунисты в городских советах и в областных тоже. Это город Ульяновск и город Киров. Есть такие. Нам, кстати, вот сообщение пришло в России. Немного городов в честь женщин названо. Вот пишут слушатели. Ну, да, больше поселки, кстати. Ну, видимо, крупных, да. Из крупных-то вот Екатерина. Честан, Елизавет и Екатерина поселков очень много. Хорошо. Еще буквально минуты полторы, Саш. Да, слушай, у меня есть вопрос. Андрей, а вот обладает ты полнотой власти? Какое бы ты название городу дал? Какое тебе симпатичнее всего? Я бы провел референдум, обладая полнотой власти. И принял бы решение большинства голосов. Все-таки демократия рулит. Демократия. Ну, варианты какие бы предложил? Два-три. Да, я бы не стал предлагать новых вариантов. Совершенно понятно, что голосовали бы либо за старое, либо за новый вариант, новый старый. Третьего не дано. Либо Екатеринбург, либо Свердловск. Да. Третьего не дано. Мне жутко нравится Исидорск. Исидонск. Исидонск. Прекрасно. Исидонск. Прекрасно назван. Ну, скажи красиво. Ну, такое, да, оригинальное. Ну, Исецк тоже интересно в части реки. Это давняя традиция названия города. Ну, вот родишь ребенка, Саш, и назовешь. Исидоном. Исидония. Исидон. Потому что, ну, мне кажется, непопулярненько как-то. Исидонск будет. В общем, мы уже 33 года снова живем в Екатеринбурге. И большую часть своей истории, больше 230 лет, город носит имя Екатерины, жены Петра Первого, Екатерины Первой. Екатеринбург звучит прекрасно и правильно, Константин напишет. Да, уже привыкли к этому названию. Уже как бы истерлась и фигура Екатерины, нет какой-то ассоциации. Как и Свердлов тоже с годами, мне кажется, вот он уходит на второй план. Ну, наверное, это уже название с нами навсегда. Да. Ну, и слово Свердловский, Свердловская область, это скорее именно не про председателя Совнаркома, а про город, который стал столицей огромной Уральской области, город-промышленный гигант, и город, который вырос во много раз, стал миллионником именно под именем Свердловск. А сейчас Екатеринбург. Спасибо, Андрей Ермоленко был с нами. После 30 минут продолжим про путешествия говорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова